О выходе Кыргызстана из единого энергетического кольца Центральной Азии не может быть и речи. Местные энергетики считают энергокольцо региона уникальной взаимосвязью, однако система нуждается в модернизации. Мнение специалистов послушал Бакычер Машев. Blackout 25 января снова поднял вопрос о том, насколько актуально для Центральной Азии единое энергетическое кольцо. Если ЧП на электростанции одной из стран региона оставило без света двух других участников, значит система подачи электричества уязвима. Однако энергетики Кыргызстана, отвечая на вопросы журналистов, отметили, форс-мажорные ситуации могут случиться у кого угодно. При этом авария на Сардаринской ТЭЦ в Узбекистане должна стать сигналом к техническому переоборудованию всего энергокольца, чтобы в случае неполадок без электричества оставался только аварийный регион. В Алма-Ате они смогли удержать от падения. Например, Бешкет на несколько часов упал полностью без света, Ташкет еще на больше. То есть здесь именно нужно просто озаботиться этим, потратить там несколько миллионов долларов, поставить определенную техническую защиту и все, проводить регулярные учения. А так это настолько плюс, который очень сильно всем помогает. Одна из главных задач единого энергокольца – поддержание стабильности энергообеспечения Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. В случае возникновения пиковых нагрузок, либо наоборот недостатка мощности, электричество в оперативном порядке можно перенаправлять на критические участки. Тот же самый импорт или экспорт электроэнергии удобно осуществлять, находясь в закольцованном регламенте. По-другому специалисты это взаимодействие называют параллельным режимом работы. Вопрос параллельной работы – это благо для нашей республики и для соседних республик. Это взаимопомощь, это надежность, это аварийность восстановления, это ремонтные режимы. Но в то же время, конечно, надо работать над транзитными вопросами, регулирование пиковых нагрузок. И самое главное – противорийно-автоматики. Единое энергокольцо Центральной Азии было создано еще в советские годы. Она актуальна до сих пор, однако январский блэкаут показал, что система нуждается в модернизации. Ежегодно потребление электроэнергии в странах регион растет. Только в Кыргызстане эта цифра составляет от 5 до 7%. Очевидно, что без регионального взаимодействия решать проблемы энергообеспечения будет сложно. Отсюда запрос на повышение технической безопасности энергетического кольца и экстренной автономности потребителей. Убытки от блэкаута никто не отменял. Бакыч Рымашев, специальная для Хабар-24, Бишкек, Кыргызстан.